Как обучать детей с ограниченными возможностями здоровья? Специалисты благотворительного фонда имени Ани Чижовой провели двухдневный мастер-класс для педагогов Чувашии. Всыпаем. И возвращаем в ходную позицию. С помощью такого упражнения у детей с тяжелыми нарушениями развития улучшается сенсорика и процессы восприятия звука. Организаторы мастер-класса демонстрируют все приемы работы на практике. Даже я сейчас фасоль чувствовала на ощупь, какая она теплая, какая она гладкая, какая она, скажем так, маленькая на ощупь, да, вот эти ощущения основные. Снять барьеры в общении с особенными детьми, быстро установить контакт и не бояться возможных тяжелых проявлений болезни ребенка – цель двухдневного мастер-класса. Участники – 130 учителей и воспитателей со всей республики. В любом случае и обычные учителя должны знать, как работать с таким ребенком, потому что сейчас у нас же программа инклюзии вводится, в школу в том числе. Обучение – это не обязательно освоение каких-то академических навыков, умение читать, писать или считать. Для наших ребят обучение – это увеличение качества их жизни, то есть увеличение возможности чувствовать свое тело, увеличение возможности, то есть снижение возбудимости общей, получается, нервной системы. Занятия прошли впервые в рамках проекта «Мы тоже хотим в школу» при поддержке республиканского минобразования. Организаторы надеются, что мастер-класс поможет педагогам эффективнее работать. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика.